привет народ с вами варчик в этом видео расскажу вам все про эмиль 1951 премиумный танк который можно было получить в линии фронта давайте сразу начнем с минусов а потом я расскажу какие у него плюсы что нужно делать и как получить три отметки на этом танке из минусов у нас отвратительная пушка очень долгое сведение плохая стабилизация да и в принципе когда не самая быстрая также у нас пониженное пробитие даже пробития голдой у нас всего лишь 240 с хвостиком в общем пушка не является достоинством этого танка переходим к броне и сразу забегая наперед броня тоже не является никаким достоинством поскольку корпус у нас довольно таки тоненький да конечно иногда снаряды отлетают но это нужно чтобы у врага вылетела пониженное пробитие ниже среднего все равно иногда влд пробивает даже бэбэшками даже одноклассники никакой особо брони здесь нет и на нее надеяться не стоит также наша броня в башне она конечно же есть можно пробовать низкоуровневые танки даже танковать от башни но у нас башня скорее нужно для того чтобы пушка опускалась лезть на какие-нибудь жирные пушки вражеские специальных танковать не стоит вам скорее пробьют просто башку и вы пойдете с дырой дальше гулять также у нас на голове справа находится лючок небольшой очень редко в него будет залетать поскольку он малюсенький никто особо в него даже не целится но бывает что в него залетает помните он такой квадратненький небольшой больше похож на нашлепку чем на какой-то лючок в целом броня и пушка это то от чего не стоит играть также наши увны очень хорошие пушка опускается невероятно хорошо но каждый раз когда вы играете со своими хорошими военными и пытаетесь залезть на самый крутой бугор чтобы через него убивать врагов чем сильнее подъем на этом бугре через который вы играете тем больше вероятность что для того чтобы увидеть врага вам придется вылезти целиком даже корпус показать поскольку наша башня находится посередине танка а не спереди также еще башня наклонена назад что в принципе делает наш танк чуть ли не заднебашенным но все же башня плюс-минус посередине танка это самые главные минусы этого танка он не совсем удобный неприятный а пушка у нас просто есть из достоинств пушки она барабанная и неплохая альфа все какие же плюсы у этого танка он довольно таки неплохо едет просто прямо крутится он не очень но прямо едет нормально как для тяжелого танка от этого нам и нужно плясать на про танкование сразу забываем наш танк не про танкование даже от башни лучше не стараться специально танковать если нужно разменяться от башни или нет выбора тогда уже пытаемся от башенки корпус лучше вообще не показывать он просто дыра иногда от башенки пытаемся но лучше раздавать урон безопасно для этого есть у нас скорость играем не от брони а от скорости и тогда у нас все пойдет так как надо также на этом танке еще очень большая ошибка это заехать в такое место откуда вам некуда будет деться если это какая-то затычная позиция из которой вам придется только рубиться с врагами и больше ничего наш танк про езду и самое важное что нужно делать нам это правильно перемещаться по карте это самое главное что нужно делать на этом танке правильно и вовремя в нужное место поехать объехать опасные места приехать там где безопасно можно раздать барабан и уехать в принципе просто на этом танке нужно играть так дал дал уехал все нельзя рубиться с врагами нельзя стоять в затычных местах не нужно встречать на первой линии на этом танке нужно играть активно от скорости но не нужно играть какие-то там позицион очки от башни или на первой линии рубиться это не про этот танк также не нужно еще заезжать в такое место где вам нужно с барабана четко убить врага пробив всеми отремя пульками иначе вы после этого умрете такое делать на этом танке нельзя как минимум половина снарядов всегда будет уходить мимо чаще всего вы будете раздавать барабан с одним уроном иногда вдаль можно будет нанести даже два урона но чаще всего 12 где-то так один снаряд точно мимо улетит даже в ближнем бою полностью если вы сведетесь все равно вы можете раздать даже целый барабан без урона никогда не надейтесь на этом танке что вы приедете раздадите барабан убьете врага и после этого вы будете в безопасности если вы приехали в то место где вам нужно четко раздать барабан а то вы умрете то можете считать что вы сразу же сдохли вам нужно все время быть в безопасности особенно после того как вы раздадите барабан вы должны быть в безопасности или иметь возможность сразу в нее ехать самое главное на этом танке это перемещение по карте танкование и стрельба она просто здесь есть но она рандомная и она получается сама по себе 50 на 50 вам нужно безопасно много ездить по карте использовать хорошие крысиные позиции как можно больше стрелять потому что как минимум половина снарядов будет без урона это самый противный тяжелый прям танк из тех что я играл на которых взял три отметки более противного танка не было последние 40 боев которые я на нем сыграл средний урон я на нем держал 300 до результат хороший как для прям танка 8 уровня чаще всего я просто работал в танк я никакого не удовольствия ничего от него не получал ты просто все время весь бой пашешь в езду правильную в тактику переезды перекатки стрельба просто отстрелялся уехал отстрелялся уехал никакого удовольствия от стрельбы нет вообще на этом танке стрельба просто отвратительная по модулем стабилизатор сведения оптика очень мерзкий танк но результат он может удовольствия конечно никакого с вами был варчик играть красиво всем пока